Лусия Мендес, Рохелли Огерра, Сальвадор Пинеда, Хавьер Гомес, Серхио Клайнер в телесериале «Женщина с характером». Автор сценария Виктория Саратини. В остальных ролях Маргарита Исабель, Венди Делос Кобас, Марта Аура и другие. Композитор Филипп Савасар. Художник Риэль Бианко, оператор Мигель Вальдес. Продюсер и режиссер Боссер Андон. Прости меня, но я не могу. Но почему? Скажи, мы любим друг друга? Я не знаю. Я вдруг вспомнила. Я вспомнила. Ты должна преодолеть это. Нельзя жить в постоянном страхе и угрызениях совести. Нет, на этот раз все было иначе. Это совсем другие воспоминания. Как это другие? Не могу сказать, мне как-то не по себе. Клянусь тебе. Я люблю тебя. И я клянусь, что я хотела, чтобы мы стали близки. Но мне сейчас необходимо собраться с мыслями. Прости меня. Давай забудем о том, что было. Будем бороться вместе и вместе справимся с этим. Если хочешь, я отвезу тебя домой. Спасибо. Тебя проводить? Нет, не нужно. Все нормально. Вечер был замечательный. Мне тоже так кажется, милый. До свидания. Спасибо за все. Родриго. 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 И где, интересно, знать, ты шлялась? Мерзавец. Где ты была? Отпусти. Мне больно. Отстань от меня. Отстань? Я отстану, а другой пристанет. Так, да? Тебя это не касается. Нет, касается. Ты дешевая проститутка, готовая переспать с первым встречным. С первым, кто подвернется. И знаешь, почему это меня касается? Потому что меня выгнали с работы из-за тебя. По твоей милости теперь все надо мной смеются. Нет, над тобой не смеются, потому что ты не смешон. Ты противен. И не тебе меня винить. Ты больше не мужчина. Сильвана, сейчас ты увидишь, мужчина я или нет. Мама. А заодно и твоя мамочка это узнает. Мама. Позови маму. Отпусти ее. Зови. Сейчас я тебе покажу, мужчина я или нет. Сейчас вы обе узнаете. Я тебе сказала, подрец, чтобы ты отпустил мою дочь. Я сейчас убью тебя. На помощь, полиция. Я вас обеих предупреждаю. Ведьмы. Проститутки. Убирайся к черту. Полиция. Ну как ты, красавица моя. Что же он с тобой сделал? Мы этого так не оставим. Этого человеком надо садить в тюрьму. Как ты себя чувствуешь? Что он с тобой сделал? Ударил? Мне очень тяжело. Он схватил меня за волос и совсем с ума сошел. В сумасшедшем доме его место. Как же мы раньше этого не замечали? Слава богу, доченька, что мы избавились от этого психопата. Я не могу допустить, чтобы Джина оставалась с ним под одной крышей. Мы должны забрать ее. Из-за огня да в полумя, как говорится. Ладно, разместимся как-нибудь. Нет, здесь она окажется бок о бок с Матильдой. И будет то же самое. Я собираюсь попросить суду у Дона Гонсала и снять квартиру. Умоляю тебя, доченька, ни под каким видом не одалживай деньги у этого человека. У меня кое-что есть. Я тебе дам. Дон Гонсала очень добрый, мама. Я чувствую к нему симпатию. И потом мне сейчас выбирать не приходится. Послушай, Матильда, сейчас мы у меня дома и решаем семейные вопросы. Ладно, тебе виднее. Но только я терпеть не могу эту лицемерку. Я тебе кое-что приготовила. Скоро увидишь. Вот перевод на банковский счет Сандры. Беги скорее, обрадуй свою мамочку. Отлично. Крестный сказал мне, что мама изменяла тебе, прежде чем ушла из дома. Это правда? По-моему, тебе лучше поговорить об этом с матерью, а не со мной. Почему ты мне об этом не сказал? Не было повода. Как это не было повода? Я столько лет никак не мог понять, зачем ты выкинул все мамины фотографии. Почему никто в доме не смел заговорить о ней? Родриго, в твоем возрасте надо уметь преодолевать детские комплексы. И давай не будем начинать этот дурацкий разговор. И потом, что я должен был тебе рассказать? Что твоя мама сбежала с любовником, даже не подумав о тебе? Неужели ей было безразлично, что она с тобой расстается? Или ты сделал что-то, чего она не могла простить? Думай, что хочешь, мне все равно. Зачем ты рассказал Родриго, что Сандра ушла от меня к любовнику? Потому что ты и твой сын уже достали меня. И потому что пришло время ему узнать правду. Он это должен был узнать от меня. А я не хотел, чтобы он это знал. Не рассказывай мне сказки, что ты хотел оградить его, что ты его любишь, словно он в самом деле твой сын. Твое отношение к нему, это не отношение любящего и заботливого отца. Если ты имеешь в виду Сильвану, я имею в виду Родриго, его чувства к Сильване, ведь он влюблен. Хватит болтать пошлости, тоже мне влюблен. У него очередной каприз. Не стоит потакать мальчишке. Нет, это у тебя каприз. Я говорил тебе, эта женщина меня заинтересовала. Но твой сын любит ее. Я хочу, чтобы она любила меня. Оставь ее в покое. Погоди, погоди. А тебе какое дело до Сильваны? Зачем ты ей дал денег на фабрику одежды? А на меня зачем так напустился? Тебе-то что нужно? Все, что мне нужно, это чтобы ты оставил ее в покое. Тем более, что Сильвана... ...моя дочь. Мы чуть не стали близки вчера с Родриго. Как это? Было все так мило. Он привез меня к себе домой, был ужин при свечах, мы целовались. Я была так счастлива. Но... Я не смогла. Я вспомнила другое лицо. Это было так неожиданно. Знаешь, что я тебе скажу? В следующий раз просто закрой глаза и ни о чем не думай. Отдайся новому чувству. Привет. Как дела? Тебя это волнует? Не надо так со мной разговаривать. Если тебе не нравится, как я говорю с тобой, можешь идти к своей подружке. О какой подружке ты говоришь? Не прикидывайся дурачком. Вчера я хотела найти тебя, и первое, что увидела, как ты кокетничаешь с какой-то девицей. Джина, я не знаю, что с тобой случилось, но если мы будем продолжать разговор в таком тоне, так до чего мы дойдем? Я люблю тебя, и у меня ни разу не возникла мысль изменить тебя. Конечно, ты будешь все отрицать. А я-то как дура бежала, чтобы извиниться перед тобой. Хотела быть с тобой рядом. Ты мне был нужен. Джина, ради бога, ты же не ребенок. Не смей со мной разговаривать, как с идиоткой. Хорошо, хорошо. Хочешь поговорить? Давай. Нет, я с тобой ни о чем не хочу разговаривать. Я не хочу тебя видеть и слышать. И хватит мне морочить голову, что ты меня любишь. Я знаю, что это не так. Что? Я не хочу быть больше твоей невестой. Я так и знал. Я именно так и думал. Отлично, оставайся одна. Делай, что хочешь. Играй в свои детские игры, гуляй с подружками, соску не забудь взять. А когда ты повзрослеешь, тогда и поговорим. Карлос! Что еще? Можешь не беспокоиться. Я никогда не стану разговаривать с тобой. Ни за что. Отлично. Не думай, что я буду тебя об этом умолять. Я тоже. Все кончено? Значит так. В таком случае мне больше до тебя дела нет. Да пошел ты к черту. Хорошо, запомни, что сказала. Мне нужно знать, что же случилось с той ночью. Это может показаться странным, но каждый раз, как я его вижу, мне на память приходят странные вещи. Я начинаю как будто вспоминать. Как? Это как смутные образы. Как вспышки молнии. Словно мозаика. То одна картинка, то другая. Поэтому я и пошла поговорить с ним. Я надеюсь, что однажды я вспомню все. Но встречаться с насильником все равно, что спать под одной крышей с врагом. Но Леонардо Прадо говорит, что изнасилований не было. Ну уж, конечно. Потому-то он и хочет, чтобы мы с ним это обсудили, чтобы я сама все вспомнила. Он держится как джентльмен. А вчера я даже смутилась. А в чем дело? Он сказал мне, что если Андрес будет ко мне приставать, чтобы я сообщил об этом. Он просто хочет произвести на тебя впечатление, потому что ты ему понравилась. И он ждет продолжения. Я даже и думать об этом не хочу. Сейчас меня больше всего беспокоит моя... Годы. Долгие годы я работал в этой фирме. Для чего? Чтобы этот идиот... Чтобы он меня выгнал? Зачем поднимать шум? Ты что, не понимаешь, в каком я положении? У меня есть семья, есть дочь. Куча людей зависит от меня. Хотя... У моей жены есть кто-то, кто о ней заботится. Погоди. Я мог бы помочь тебе. Вот только не знаю, как ты это воспримешь. Я бы помог. Конечно, о чем речь? Ты слышал, что случается недостача одежды? Да. Иными словами, ты крадешь ее у фабрики. Постой, постой. Тебе всего лишь придется передавать ее кое-кому из клиентов. Они отлично платят. Я ведь говорил, что есть много способов отомстить Леонардо Прадо. Здравствуй, тетя. Вот что я тебе скажу, деточка. Как у тебя хватает наглости приходить в этот дом, словно он твой. И это после всех гадостей, которые ты сделала моей дочери. Но я ничего не делала. Ничего? Нет. А почему моя одежда лежит здесь? Сейчас я тебе объясню, мерзавка. Меня ты больше не обведешь вокруг пальца. Вчерашнего скандала могло бы и не быть, если бы ты не сказала Джинни, что ее мама встречается с Родриго Прадо и с Леонардо Прадо. Но ведь Сильвана сама это сказала, чтобы Леонардо Прадо выгнал Андресса. А вот теперь ты меня разозлила по-настоящему. Держись. Что ты хочешь сделать? То, что я должна была уже сделать давным-давно. Нет. Ну как же. А теперь мы выкинем твои шмотки на улицу. Хватит гадюкам ползать у меня в доме. Прошу вас, тетя, мне некуда идти. Некуда идти? Раньше надо было думать об этом, а не гадости делать. Мне теперь на это наплевать. Так что собирай свои шмотки и убирайся, а не то я их выкину из окна на улицу. Выбирай. Что с тобой? Почему ты такая грустная? Опять из-за мамы? Вечно она забивает тебе голову всякой чепухой. Мне давно пора поговорить с этой стервой. Ты собираешься говорить с ней или вы опять устроите скандал, вроде вчерашнего? Скандал? Я? Разве я привел тебя в офис? Твоя мамочка. Она специально взяла тебя с собой, чтобы ты полюбовалась, как ее родного отца перед всеми выставят на посмешище. Она знала, что меня выгонят вон. Только змеи подколодные и шакалы так поступают. Хватит! А что ты хочешь услышать таких слов про мою мать? Не смей так говорить о ней и оставь меня в покое. Как ты со мной разговариваешь? Я все-таки твой отец. Я всегда желал тебе только добра. Вот как? Если бы ты в самом деле этого хотел, давно прекратил бы эти скандалы. Значит, теперь я виноват? Ты же сама не хотела, чтобы я ее прощал. Ты использовал мои чувства, чтобы обзывать ее. Разве нет? Она ведь моя мать. Я люблю ее. И, конечно, она мне нужна. Но тебе этого не понять. Ты только о себе и думаешь. Да еще о ваших скандалах с мамой. Может, ты и прав. Может, моя мама гуляет и спит с каждым встречным. Но вот что я тебе скажу. Ты причинил мне гораздо больше вреда. У меня не было ни одного дня, чтобы ты не солгал мне. Ни одного дня, чтобы ты не подлизывался ко мне со своими подарками. Ты никогда не говорил со мной ласково. Ну и что я должен сказать? Я хочу поговорить с мамой. Я скажу ей, что я больше не хочу оставаться с тобой. Я хочу уйти жить к ней. Ладно. Видит Бог. Андрес, вот уж не думала, что доживу до этого дня. На этот раз ты перегнул палку. Ты получил то, чего добивался. Замолчи. Молчу, молчу. Только и делаю, что молчу. И знаешь что? Сегодня ты навсегда потерял свою дочь. Убирайся. Сейчас. Убирайся. Я-то уйду. Из этого дома все уйдут. Скоро один останешься. Ни минуты спокойной не бывает в собственном доме. Откровенно говоря, Родриго, я не знаю, правильно ли я поступила, что позвонила вам. Но я так волнуюсь. Конечно, правильно. Что случилось? Как вы понимаете, речь идет о Сильване. Я так беспокоюсь за нее. Мало того, что у меня куча проблем с внучкой, так теперь я еще должна умирать от страха из-за муженька Сильваны. Вы знаете, что произошло? Нет. Сейчас я вам расскажу. Началось с того, что ваш папа выгнал Андреса с работы. Вот так вот взял и выгнал. А Андрес во всем обвинил Сильвану. А вчера вечером я как раз жалела ее на лестнице. Он появился, схватил ее за волосы, чуть не ударил. Орал, как сумасшедший. Я его ударила хорошенько. Но, откровенно говоря, не будь меня, не зная, чем бы все это кончилось. Ничего себе. Какой же кретин этот тип. Но вчера вечером я сам ее провожал, ничего не понимаю. Потому-то я вам это и рассказала. Я попрошу вас об одном одолжении. Когда в следующий раз вы будете провожать мою дочь, пожалуйста, не оставляйте ее внизу. Войдите с ней в подъезд. А еще лучше проводите ее до квартал. Подождите, пожалуйста, пока мы не запрем дверь. А то я чуть не умерла от страха. Да, конечно, вы правы. Это было глупо, но она сама попросила меня не подниматься. Честно говоря, я только потому и осмелилась попросить вас об этом, что я вижу, что вы человек тактичный. Спасибо. А еще кое о чем я могу вас попросить. Вы не хотите помочь моей дочери изменить ее жизнь? Вот об этом вы можете совсем не беспокоиться. Сильвана теперь не одна. Приятно слышать. С вами ей легче будет забыть все свои горести. Вот еще что. Не говорите ей, что мы с вами тут шушукались. Ладно? Само собой, разумеется. Привет, Андрес. Что это с нашей Лупитой? Я видела, как она выходила с чемоданом. Да пусть идет к черту, мне плевать. Я хотела, чтобы ты знал, что ты больше не один. Если хочешь, я могу остаться жить у тебя. А потом мы можем взять к себе Джину. Разреши мне заботиться о тебе. Ты поймешь, я не такая, как Сильвана. Я так люблю тебя. Разреши мне остаться. Вот увидишь, я смогу доказать тебе, что со мной тебе будет лучше. Доказать? Да. Ну и на что ты готова ради меня? На все. Проси, что хочешь. На все? Да. Ну что ж. Я дам тебе шанс. Посмотрим. Я хочу, чтобы ты ушла из Прадо-Текстиль. Ушла? Ну зачем? Ты будешь работать у Сильваны. Нет, только не у Сильваны. После всего того, что произошло... Извинись перед ней, попроси прощения. Я не могу. Хоть на коленях перед ней ползай. Нет, не могу, Андрес. Я все готова сделать, но только не это. Ладно. Мне все ясно. Я вижу, что не очень-то хочешь. Пожалуйста, любимый, не говори так. Ты же знаешь, я жизнь готова отдать ради тебя. Я на все могу пойти. Матильда. Я понимаю, то, что я прошу, сделать нелегко. Но от этого будет зависеть наше с тобой счастье. Матильда. Матильда. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет. Я тебя не ждала. Мне очень хотелось тебя увидеть. Знаю, у тебя был тяжелый день. Я хочу провести с тобой несколько приятных минут вдвоем. У меня бутылка шампанского. Давай, отметим. Только вдвоем. А за что мы будем пить? Я предлагаю выпить за успех твоего дела. За умную и очаровательную женщину. За женщину, которую я люблю. Очень люблю. Я тоже люблю тебя. Спасибо. 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 Папа! Папа! Джина. 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 Оставь ее. Пусть привыкает. Заткнись. Иди в ванную. Оденься. Но ведь ты мне сказал... Ничего я тебе не говорил. Джина. Джина, подожди. Я тебе все объясню. Как же так получилось, что Сильвана твоя дочь? Непростительные ошибки молодости. Ты с Ухеней? С этой ведьмой? Как вы познакомились? Она работала кассиром в банке. Ну и что произошло? Мои родители не хотели, чтобы я женился, а она не стала делать аборт и уехала из города. Но... Ты любил ее? Да. Но я оказался малодушным и безответственным молодым человеком. И что же ты почувствовал, когда узнал, что она твоя дочь? Думаю, что почти у каждого мужчины где-нибудь подрастает дочь, верно? Прежде всего, я решил узнать, так ли это. А когда подтвердилась, что она моя родная дочь, то у меня появилось чувство, что больше всего на свете я хочу жить для нее и ради нее. Вот почему я прошу тебя ради нашей многолетней дружбы оставь ее в покое. Хорошо, я постараюсь. Но клянусь тебе... Клянусь тебе чувством, которые я к ней испытываю, что меньше всего я хочу причинить ей зло. Я хочу, чтобы ты знала, я всегда буду рядом с тобой. И в любом деле ты можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Ты даже не представляешь, как много для меня значит твоя доброта и эти слова. Любимая, что с тобой происходит? Я беспокоюсь из-за джины и хочу ее видеть. А почему вам не встретиться где-нибудь и не поговорить? Я боюсь, что она не захочет. Будет лучше, если мы поговорим у нее дома. Но я не хочу отпускать тебя одну. Андрес может быть там. Меня не интересует Андрес, меня интересует моя дочь. А вот мне не все равно. Я не хочу давать ему повод. Ничего хуже он мне уже не сделает. Как бы то ни было, я поеду с тобой. Даже если мне придется сидеть в машине. Да? Твое здоровье. И твое. Поехали. Поехали. Бутылку возьмем с собой? Разумеется. Что случилось, Андрес? Она ушла к своей матери. А это конец. Со мной покончено. Она отняла у меня дочь. И все это из-за тебя. Ты слышишь? Из-за тебя. Зачем ты затащила меня в эту комнату? Какого черта ты легла под меня? Ты такая же шлюха, как и все. Такая же, как моя жена. Что ты говоришь, Андрес? Не надо так. Мы ведь оба этого хотели. Да, оба. Зачем ты вообще приперлась ко мне со своим вонючим чемоданом? Вы, наверное, с ней договорились уже обо всем, да? Ты нашла общий язык с этой гадюкой. Вот она и отняла у меня дочь. Бог с тобой, Андрес, перестань. Что ты говоришь? Вот увидишь, она вернется. Надеюсь, она там не останется. Ей там вряд ли понравится. К тому же, у моей тетки нет свободных комнат. Разумеется, она вернется. Не то я ее силой сюда притащу. Даже если мне придется передушить вас всех. Гадюки. Жена дома? Нет. Она еще не пришла? Нет. Лупита? Ее тоже нет. Я одна. А что ты здесь делаешь? Ты что, уже забыла? Когда твоя мамаша меня выгнала, Андрес сказал, что я могу остаться у него. Тебе незачем садиться. Джина сюда не вернется. Как это? Ты добилась, чего хотела. Она собрала чемодан и ушла. Сказала, что будет жить у тебя. Иду, иду. Карен. Кто там? Это я, Джина. Можно к тебе? Сейчас открою. Ты можешь сейчас со мной поговорить? Конечно, заходи. Если хочешь, я зайду попозже. Да не беспокойся. Да, но... Виктор уже уходит, не обращай внимания. Привет. Привет. Пока, любовь моя. Ну что, ты решилась? Юхения, подумать только, ведь я всю жизнь отдала ему. В молодости я заменила ему мать, растила, как своего сына. И для чего? Чтобы он выгнал меня? Знаю, что он мне сказал. Убирайся. Этот хам был всегда невоздержан на язык, ты же знаешь. Пей чай, не обращай на него внимания. Спасибо, Юхения. Вот что, Лупита. Послушай меня. Давай взглянем на это дело. Если Сильвана и Джина будут жить со мной, то и ты оставайся с нами. У нас подберется теплая компания. Спасибо, Юхения. Но мне сейчас так плохо. Всю свою жизнь я провела как приживалка. Это тоже мне трагедия. Будешь жить в моей комнате и никаких проблем. А если ты храпишь, я тебя отправлю спать в ванную. Я не пошутила. Это, наверное, Джина. Где моя дочь? Кто дал тебе право входить? Где Джина? Боже мой, что он хочет сделать? Надо вызвать полицию. Или ты уйдешь, или я вызову полицию. Без моей дочери я никуда отсюда не уйду. Вот что я тебе скажу. Если моя внучка захочет здесь остаться со своей матерью, придется тебе потерпеть. Андрес, подумай спокойно. Зачем усложнять всем жизнь? Подумай. Умоляю. Или ты сейчас же уйдешь отсюда, или я вызову полицию. Я никуда не уйду. И вы никуда не будете звонить. Я знаю, что кажусь тебе сумасшедшей. И что веду себя не так, как должна была бы. Но мои родители совершенно не понимают меня. Честное слово, это так ужасно. Жить в доме, где мама то и дело говорит, что приносит себя в жертву ради интересов отца. Ничего удивительного, что они все время ссорятся. Конечно. Они только и делают, что ругаются. Более того, даже сейчас, когда они не живут вместе, они и часа не могут провести спокойно. У меня просто сил нет на все это смотреть. Они не обращают на меня внимания. Я чувствую, что совершенно одна. Да уж, нелегко тебе. Но во всяком случае, я тебя там уже нет. Я так рада, Родриго. Ты не представляешь, как я счастлив. Наконец-то Джина согласилась. Ладно. Поговорим потом. И ты расскажешь, как все было. Конечно, любимый. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я жду в машине. Андрес, ради бога, успокойся. Ты только все усугубляешь. Мама. Где моя дочь? Не знаю. Матильда мне сказала, что она должна быть здесь. Что, разве Джина не с тобой? Господи, она ушла из дому. Я так и знал. Так и знал. Она убежала с этим типом, с которым я их застукал, когда они кувыркались на диване. Это все из-за тебя. Это ты ей подала пример. Хватит, Андрес. Сейчас не время ссориться. А когда будет время? Когда она забеременеет? Так, что ли? Замолчи. Не болтай глупости. Похоже, детка узнала кое-что, чего ей знать не следует. Когда она уходила сегодня утром, она не взяла с собой чемодан. Что же произошло? И Матильда почему-то была дома. Мама, что у вас там произошло? Что у нас произошло с Матильдой? Да. Да ничего особенного. Я переспал с ней. С тех пор, как ты ушла, у меня не было ни одной женщины. Вы хотели знать, теперь вы знаете. Боже мой. Господи, Андрес. Знаешь, родители для нас просто веревка на шее. Язва, которая не дает расти. Так что тебе лучше поскорее забыть о них. Подожди. На. Это проспекта компании «Дом надежды». Почитай. А что это такое? Это одна молодежная группа. Там рады всем. Почему бы тебе и не сходить туда? Вот увидишь, тебе будет у них хорошо. Учитель научит тебя быть сильной и уверенной в себе. Он даст тебе надежду. И потом здесь, дома, у нас, у всех есть дела, чтобы в голову не приходили мысли о сорок, чтобы душа была спокойна, чтобы жить было легко и весело. Не знаю. Боюсь, что мне уже ничего не хочется. Ладно. Может, тебе лучше лечь? Мне так плохо. Не расстраивайся так. Все будет хорошо. Карлос, это мама Джины. Она у тебя? Похоже, что она ушла из дома. Понятия не имею. Ты не мог бы поговорить с друзьями, может, кто-то знает что-то о ней. Я тебя очень прошу. У тебя есть мой телефон? Что он тебе сказал? Ну что? Он ее не видел и ничего не знает. Кажется, они поссорились. Он поговорит с друзьями, а потом позвонит мне. По-моему, мы все делаем из мухи слона. И вот что я тебе скажу. Джина у нас не дурочка. Вот увидишь. Скоро она думается и вернется. Скорее всего, она побежала поплакаться в жилетку какой-нибудь подружки. А тебе, я думаю, лучше всего пойти домой. Наверняка она уже пришла. Давай, иди. Конечно, все лучше, чем терпеть ваши трио. Пень ты паршивый. Не думаю, что все так просто. В любом случае, когда Карлос придет, мы пойдем ее искать. Но куда? Да куда угодно, я не знаю. С ней что-то случилось. Может, ее похитили. Нет, боюсь, что она пошла к той подружке, что уговаривала ее уйти из дома. Помнишь? Наверное. Карлос должен ее знать. Девчонка, о которой я тебе говорила, уснула. Мартин приказал мне сделать это с каким-то цирком. Кто-то из новеньких. Нет. Мне не хочется выходить. А что, если она проснется, а меня не будет? Я хотела сказать, может, ей лучше вернуться к родителям? Приходи завтра, поговори с ней. Может, убедишь ее? Пока. Привет, Хорхе. Ты не видел Джину? Она не приходила. Может, ты что-то знаешь о той девчонке, с которой она познакомилась вчера вечером? Она блондинка, у нее кудрявые волосы, голубые глаза, стройные. Так, Аарон, ее я тоже не видел. А ты знаешь, где она живет? Понятия не имею. Не знаешь? Нет. Старик сделал у нее одолжение. Конечно. Если что-нибудь узнаешь, позвони мне. Хорошо. Спасибо. Ну, пока. Убедимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Слушаю. Родриго, я не могу найти Джину. Как ты не можешь найти? Пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, что делать. Конечно. Ты только успокойся. Объясни мне, что случилось? Да, я сейчас ухожу. Девушки отдыхают. Привет. Ну, ты даешь. Спишь, как сурок. Как ты себя чувствуешь? Мне уже пора. Как это пора? Куда? Я много думала об этом. Теперь я приняла решение. Спасибо тебе за все. Карен. Но ты не можешь вот так уйти? Ты нездорова? Нет. Мне правда намного лучше. Спасибо. А я говорила с одним человеком, просила его прийти. Он собирался познакомиться с тобой. Он научит тебя, как жить дальше. Я теперь знаю сама, как мне быть. Спасибо за все. Прости, что морочила тебе голову. Ну, послушай, Джина. Я очень тебе благодарна. Прощай. Прощай. Андрес. Джина не вернулась? Здесь ее тоже нет. Да. Хорошо. Скажите, у вас по-прежнему нет новостей от Джинни Каранса? Спасибо. Что-нибудь известно? Ничего. Погоди, золотце. Кто там? Родриго. Заходите. Как хорошо, что вы пришли. Ну что? Я обошел все полицейские участки. Но там о ней ничего не известно. Что мне делать, Родриго? Я просто с ума схожу. Что с моей дочерью? Умоляю, сделай что-нибудь. Не волнуйся так. Я разговаривал со следователем. Мы договорились еще раз встретиться у него в кабинете. Я обещаю, что не остановлюсь, пока не найду ее. Я даю честное слово, что приведу дочь к тебе. Ты можешь положиться на меня. Я ее разыщу. Только не волнуйся. Доченька. Доченька моя. Скажите, это офис сеньора Леонардо Прадо? Как вас представить? Джина Каранца. Дон Леонардо вас спрашивает некая Джина Каранца. Да, сеньор. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Заходи. Как дела, Джина? Ты что-то хотела? Я подумала, что мой отец пришел забрать свои вещи. Мне очень жаль, что так произошло с твоим отцом. Раз вам так жаль, может, вернете его на прежнюю должность? Я не могу. В том, что случилось, виноват не мой отец, а вы. Я? Да нет, Джина. Ты, вероятно, неправильно поняла. Вы нечестный человек. В какой-то момент мой отец проявил слабость, а вы взяли и разрушили нашу семью. Ты еще так мало знаешь. Фильм озвучен фирмой «СВ Дубль» по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 2001 году. Фильм озвучен фирмой у nein. Пока по поводу. Фильм озвучен фирм-ширм. Продолжение следует...